Сегодня я еще раз попросила Мухтара Блязова дать интервью, и мы будем обсуждать тему банков и того сообщения о том, что Национальный банк принял решение передать ученые средства в очередной раз банкам и бизнесу. У нас власти любят упоминать о том, что на Аблязове являются банкиром, правда, всегда забывают сообщить о том, что Мухтар Аблязов построил лучший в СНГ банк в короткие сроки, поэтому я думаю, что самым уместным будет взять интервью именно Аблязов. Здравствуйте, Мухтар. Здравствуйте, Жанна. Вот я бы хотела, чтобы... Ну, такая тема острая у нас. Я наблюдаю комментарии, вижу, что пишут люди. Всех очень беспокоит, что это буквально последние деньги, которые забирают народу и передают банкам. Давайте как-то прокомментируем эту ситуацию, поскольку она остается все-таки непонятной. Вот, например, Акиша сообщает, что данная мера будет способствовать долгосрочному фонтированию и расширению потенциала кредитования. Он имеет в виду бизнес, он имеет в виду, что эти деньги помогут каким-то образом экономике страны. Ну, это решение, конечно, я не могу сказать, что очень хорошее. Дело в том, что все, что сейчас и делает нынешняя власть, она действует не рыночным путем. Ну, во-первых, надо понимать, что финансовый сектор весь монополизирован. Основные банки страны, минимум 80% финансового рынка контролируют Насултан Назарбаев со своими родственниками типа Тимура Кулебаева и своим близким окружением. Все банки страны, 80% рынка принадлежит им. И, соответственно, когда принимаются такие вот решения, где якобы Совет по управлению пенсионными активами принял такое решение, что 200 миллиардов теньки инвестировать в банковский сектор и бизнес, это на самом деле, чтобы было понятно, решение принимал Насултан Назарбаев. Эти деньги фактически пойдут его личным банкам и никуда более. Так называемые средние и мелкие банки, они, если и получат доступ, вообще там будет ничтожный. То есть основные деньги сидят в банке Насултана Назарбаева. Ну, каким-то, смотрите, ну хорошо, вот сидят в банке Назарбаева эти деньги. Но все равно же наступит момент, когда люди придут за своими пенсионными. Я хочу просто понять, каким образом они все-таки собираются, а не оттуда извлекать выгоды, или они собираются их только положить в карманы. Вот это планета. Ну, на самом деле, чтобы было понятно, деньги, которые попадают под контроль Насултана Назарбаева и члены семьи, они все разворовываются. Ну, даже или просто глупо теряются. Там менеджмента нет. В связи с тем, что экономика не конкурентная, на топ-места назначаются знакомые, друзья или те, кто им удобен и выгоден, а не профессиональные менеджеры. Все это приводит к тому, что качество выдачи кредитов плохое или выдаются под взятки. Соответственно, ожидать, что они качественно инвестируют деньги куда-либо в экономику, не приходится. Ну, я простой пример приведу, когда ЕНПФ инвестировал более 200 миллионов долларов куда-то в Азербайджан, спрашивается, как мог ЕНПФ инвестировать в такую страну, где экономика очень плохая. Там есть только нефтегазовый сектор более-менее приличный, да, но все остальное это вокруг одного боку крутится. Очевидно, что раз не нашли виновных, никого не доказали, это опять принимал решение Насултан Назарбаев. А он тот самый человек, к чему не прикасается, все валится. Поэтому здесь тоже деньги будут украдены. А что касается, что произойдет там через 5 лет, там облигации выпускаются сроком на 5 лет, ну, они будут надеяться заместить другими деньгами. Вот, и, ну, потерял же пенсионный фонд деньги в Азербайджане. Ну, пройдет 5 лет, и эти деньги закроются другими деньгами. Это своего рода такая некая пирамида. Можно вот как-то более подробно вот эту схему ввода денег, то есть внутри, вот именно конкретно с банковской системой. Вот мы все время слышим о том, что банки принадлежат Назарбаеву, что Назарбаев все банки забрался с себе и так далее. А каким образом он именно ворует там эти деньги? Каким образом создается вот эта возможность для того, чтобы деньги пропадут, в смысле, уходили ли ему в карман? Ну, это делается самыми различными схемами. Ну, простой схема, я скажу так. Допустим, подконтролируемый банк получает деньги по разным схемам. Ну, например, они лежат у государственных компаний на счетах в этом банке, они могут положить на депозит, и эти деньги они не могут изъять. Существует масса информации и переписок между центральным банком, национальным банком и правительством, когда идут жалобы, что вот деньги вроде есть у национальных компаний, только они из этих банков забрать не могут. Потому что как только они начинают забирать, банки начинают валиться, то есть банки не в состоянии вернуть эти деньги национальным компаниям. Ну, и что делают банки под контролем у султана Назарбаева? Или они выдают плохие кредиты за взятки, или они инвестируют в свои проекты, которые неэффективны. Все это приводит к тому, что проекты становятся невозвратными. Ну, я вот возьму простой пример, как они, например, угробили Казком. Казком был под контролем у султана Назарбаева, под видом, что якобы там другие инвесторы. В реальности это контролировал у султана Назарбаева. Там Ракишев включили, еще кого-то. На самом деле все это, и ну да, это контролировал у султана Назарбаева. Потом, раз, банк оказался в плохом состоянии, не стал себя обслуживать. Из бюджета вложили более 2 триллионов тенге, порядка 8 миллиардов долларов. Залили. Как залили? Выкупили плохие кредиты, создали специальный фонд. Национальный банк купил эти плохие кредиты, повесил на свой баланс. А деньги, кэш, пришел в Казком. Затем Халыкбан, в лице Тимура Кулебаева, зятя Назарбаева, за 2 тенге покупает Казком, который правительство государства влило в 8 миллиардов долларов. Вот вам все, 8 миллиардов долларов раз и испилили. За 2 тенге он купил. Теперь после этого, конечно, мы видим Тимура Кулебаева и Динару Кулебаева, дочь Назарбаева, видим в числе богатейших людей, планеты. У них у каждого почти по 4 миллиардов долларов. Это только официально, в реальной состоянии их по много раз больше. И вот таким образом государственные деньги перетекают в карманы семьи Назарбаева. Вот первый пример. Того, как они взяли, у меня захватили БТА-банк. Захватили БТА-банк. Рыночную стоимость, которую английские эксперты оценивали еще в 2008 году, от 10 до 12 миллиардов долларов США. Они его захватили. Иностранным кредиторам деньги не вернули, потому что иностранные кредиторы досрочно потребовали вернуть свои кредиты сроком от 5 до 20 лет. Там сумма была порядка 12 миллиардов долларов. На самом деле потом они вливали деньги, и все имущество, активы банка просто растащили по своим карманам. И все списал на меня. Вот, типа, плохое управление было и так далее, и так далее. То есть они все разворовали, и эти активы сейчас в их карманах. Нефтегазовые, недвижимость. И таких приемов много. Они создают кризис, потом растаскивают, как хищники нападают, растаскивают активы. Вот и все. Ну, самый показательный пример сказком. Влить 8 миллиардов из бюджета, потом этот же чистый актив за 2 тенге продать самим себе. Теперь самое интересное будет еще дальше. Эти так называемые плохие активы попадают под контроль национального банка. Национальный банк имеет разные там типы фонд проблемных активов. Там будут сидеть подконтрольные, называя его членом семи люди. И эти активы, они потихоньку будут распродавать по очень низким ценам, и опять к ним попадут их карманы. Вот и все так разворовывают, разворовывают, разворовывают. Получается, они несколько раз обогащятся на одних и тех же схемах, получается, одни и те же деньги, и крутят, и крутят, и все время обогащаются за счет того, что один раз выдернули. Ну, они это регулярно делают, потому что там поток денег со стороны государства большой. И в виде денег через вот такие вот пенсионные операции, пенсионные активы, или держат депозиты государственных компаний, или просто держат миллиарды долларов на счетах этих банков, они просто лежат у них на счетах за условные проценты. Они их вкладывают куда-либо и зарабатывают просто из воздуха деньги, фактически за счет денег государства. И схемы воровства очень много. Поэтому они рисуют, потом они еще миллиардеры, там все прочее. Это все ерунда. Это не бизнес. Это просто прямое хищение государственных средств из бюджета страны. Вот смотрите, я правильно понимаю, вот эти облигации, о которых сейчас говорит Акиши, ну, это, видимо, просто бумажки, да, которые банки, в смысле, которые ценно-национальный банк рисуют и называют это обеспечением. Нет, это немножко не так. Значит, банки имеют свой капитал, собственный капитал, они имеют там аудированную отчетность, они выходят на рынок, выпускают ценные бумаги, так называемые облигации банка, и обещают какую-то доходность. Ну, например, Халыбанк, банк Тимура Кулебайла, выпустит на миллиард долларов ценные бумаги и скажет, кто покупает мои бумаги. Они ценные, потому что я по ним заплачу, ну, например, там, какой-то процент. И тогда рынок сам оценивает, покупать эти бумаги, верить ли этому банку, заплатит этот банк эти проценты или нет, не обманет ли. То есть таким образом идет. Если у банка хорошая репутация, хорошая аудированная отчетность, международный баланс хороший, известный менеджер, его четкая стратегия известна, тогда, в принципе, эти облигации могут купить инвесторы, так называемые. Инвесторы могут быть физические лица, могут быть юридические лица, а могут и международные инвесторы. Обычно за рубежом специальная группа выезжает в разные страны, рассказывает о своем банке, и часть облигаций продают. То есть это сами банки выпускают облигации с какой-то доходностью, обещают доходность. Вот в данном случае, о чем говорится? Говорится, что эти банки выпускают облигации, а пенсионный фонд их будет покупать на сумму 200 миллиардов тенге. На самом деле, ну, мы же понимаем, власть кто контролирует? Назарбаев. Национальный банк кто назначает? Назарбаев. Кто контролирует Единый национальный пенсионный фонд? Назарбаев. Раньше пенсионные фонды были разделены. Были управляющие компании, пенсионные фонды между собой конкурировали, были частники между собой конкурировали. Назарбаев не мог позвонить, приказать. Сейчас он все взял в свои руки. Теперь смотрите, какая цепь получается. Единый пенсионный фонд, он управляет деньгами, как бы, на самом деле, поступает команда, что деньги пойдут банковскому сектору и бизнесу. И потом эти пенсионные фонды, один единый, точнее, единый пенсионный фонд национальный, он деньги инвестир туда, куда ему скажут. Не потому, что баланс хороший, не потому, что банк продвинутый, а потому, что туда, куда ему скажут. Они будут это упаковывать. Вот мы посмотрели отчетность, банк занимает первое место, у него хороший рейтинг, все это ерунда. Потому что монополия в банковском секторе, не с кем сравнивать, все остальные банки задавлены, и деньги попадут административным, нерыночным путем в банки Назарбаева. И там же сказано, что деньги пойдут не только банкам, но и бизнесу. Да. Бизнес у нас то же самое. Все крупные бизнесы, а это крупные деньги пойдут, это не так, чтобы малый средний бизнес, парикмахерский, там все прочее получите. Нет. Деньги будет получать крупные компании. И, как правило, в связи с тем, что произошла монополизация в сфере экономики, и основные активы промышленные контролируют на сфере Назарбаева, эти деньги опять попадут в их карманы. Вот и все. То есть все деньги национального фонда крутятся вокруг семьи Назарбаева? Получается. у нас минимум 8% экономики, минимум, крутятся вокруг них, потому что нефтегазовый сектор, горнодобывающая отрасль, сфера недвижимости, энергетика, все основные активы страны контролируются между Назарбаевым и его ближайшим окружением. Все. Поэтому деньги будут выходить только к ним. То есть они будут дальше богатеть, богатеть. Если сделать ошибку, они сделают трюк. Они, эта компания, как называемая, как от Каспома получилось, вальют деньги, потом национальный банк или какая-то другая структура, эти плохие долги скупят, и эти дырки будут покрываться за счет ваших налогов, ну, собственно, всей страны. Да? И все. И когда-то так будете выплывать и свои убытки списывать на некие промежуточные фонды. Вот, собственно, так они будут обогащаться, что они сейчас делают и дальше хотят продолжить, но еще больше поставок. Вот эта политика поглощения банков, да, смотрите, кстати, Назарбаев об этом как-то говорил, что зачем нам столько банков? Нам достаточно там одного-два банка, тем более если они неэффективны, зачем они нужны? Вот сейчас дело коснулось Астана-банков. Это целенаправленная политика поглощения? Такое вообще может случиться, что останется один-два банка? Это логика авторитарной системы. Когда вся власть принадлежит одному человеку, и ее никто не может оспорить, и когда нет конкурентов, и когда Назарбаев может планировать 20-30-20-50, а в нормальном мире никто не планирует на 20-50. Это правительство, те, кто хочет прийти к власти, заявляют программу ровно на 4 года. Ну, вы посмотрите, Трамп пришел к власти. Он что, на 20-50, что ли, вышел с программы? Нет, он говорит, я буду президентом 4 года, и у меня программа на 4 года. Я обещаю сделать то-то, то-то. Когда вы слышите программу 20-30-20-50, сразу, уже даже можно не задумываться, это авторитарная система, у которой бессрочный период нахождения в власти. Так вот, Назарбаев находится в власти бессрочно, бесконечно, и он может рисовать себе любые планы. Вот, собственно, это приводит к тому, что он монополизировал власть, монополизировал экономику, и все промышленные активы в его руках, и он делает, что хочет с финансовым рынком. Он все деньги, которые есть на рынке, забирает себе, вставляет себе и ворует сам же все оттуда. И нет у него никакого тормоза, нет никакого ограничения. Вот, собственно, вот такая ситуация. Хотя бы, ну, тут такой момент, да, люди, если воровать такими масштабами, они же должны хотя бы немного задумываться о том, что они перегревают социальную обстановку. Вот у нас ипотечников, их же не так много, да, чтобы решить их проблемы. Вот сейчас 200 миллиардов, они как бы сделали вот это вливание, да, в очередной. Ипотечников нужно не так много, насколько я понимаю, чтобы решить проблемы хотя бы тех семей, которые остро на связи, которых выселяют сегодня на улице. Вот эти вот вещи, как вы считаете, почему они настолько вот на пролом идут на конфликт с обществом? Почему они даже такие очевидные проблемы не решат? Неужели у них там совершенно не возникает мысль, что надо хоть немножечко обществу дать, люди? Смотрите, природа авторитарной системы построена так, что нет обратной связи между тем, кто управляет страной и народом. Нет. То есть, как происходит на Западе? Если люди недовольны, они без проблем выходят на мейтинги, акции протеста, средства массовой информации это описывают, на пикеты, массовые миллионы демонстрантов выходят на улицы, и тогда говорит правительство, ого-го, мы здесь ошиблись, давайте мы его исправим, если они не исправляют, народ их смел, их нет, или на выборах за них не голосуют, или просто их убрали все. Это нормально в обществе происходит. А что происходит в авторитарной системе? Он, у него организм, у него нервы окончания уже отсутствуют, то есть, что это значит? У него признаков нет, люди на митинг не могут выйти, потому что их преследуют, пикет, один человек приходит, его закрывают, там на три часа как минимум держат в полицейском участке, пресса вся задавлена, профсоюзы, которые во всем мире, вот я живу во Франции, например, профсоюзы по транспортной, метро, самолетной, объявляют забастовку, они сразу пишут график, когда они выходят на забастовку. Я вот заранее знаю, что в четверг-пятницу все, поезда не входят, самолет не летает, в такие-то дни, и все стараются вкиснуться в другие дни, знают заранее, что забастовка. Это такое мощнейшее давление на правительство, когда люди борются за свои интересы. У нас в Казахстане профсоюз тоже задавленный. То есть получается, у власти нет обратной связи с народом. Профсоюз задавленный, прессы задавлены, митинги нельзя делать, телевидение все под контролем, и все, вот они ему рассказывают, вот телевидение, СМИ, что такая жизнь прекрасная. Он действительно прекрасный, миллиардный наворовал, ездит только по определенным улицам, через занавески смотрит на народ, открыл торговый центр, открыл какой-то ресторан, все прекрасно, все прекрасно, хотя он знает, что все плохо, но для него лично все прекрасно. Прекрасно почему? Потому что народ молчит, и он не чувствует сопротивления, он почувствует, что он передавил, будет воровать ровно столько, до тех пор, пока ему не скажут, хватит. когда народное недовольство начнет выплескаться на улице, когда тысячи людей, ничего не боясь, будут выходить, тогда они поймут, а, вот что-то мы здесь больше украли, давайте меньше красим, понимаете, или вообще нельзя красить. Вот, собственно, что бывает. То есть должен быть механизм обратной связи. Авторитарная система всегда опаздывает. Вот посмотрите в любые режимы Ирана в 1979 году, ну, фактически в один день упал, построил полицейское государство, там, шпионы везде, там, верхушка жила шикарной жизнью, нефтяные доходы там высыпались, а основная часть населения была бедной, и в один день раз шага не стало. Это было в Румынии, это было в Восточной Европе. Советский Союз так упал, за один день раз, и его нет. Почему? Потому что была разрушена обратная связь. Так же происходит и с любым авторитарным режимом, так же и будет Султан Назарбаев. Он будет каждый раз ходить, и вроде по улицам на Латву его встречает, 99% рейтинга, потом бам его нет. Советский Союз тоже рейтинг был высокий. Люди голосовали, что нет, будет Единый Союз. Но в РАЗ не стало, и никто его не защищал, почему-то, это Советский Союз. Так и с авторитарными странами происходит. В один день раз, и нет. Все, что они делают, они делают против себя. И потом их смедает просто. Понимаете? Вот сейчас у нас как раз такая ситуация. Власть полностью потеряла обратную связь с народом. Сделала себе же хуже, не только народу. Вот еще такой вопрос. Я прочитала информацию на законке ЗЭД, да, о том, что у нас треть населения находится в судебных тяжествах. Приводится цифра, 2,7 миллиона человек находятся в судах. И эти люди, в судебных рисках, даже такая указывается информация по городам. Это они называют уровнем конфликтности. То есть люди, журналисты делают анализ, они называют это уровнем конфликтности городов. Понятно, что это не про конфликтность, понятно, что это про социальные проблемы и так далее. Вот зная о том, что ДВК, ваши планы, наши планы, вернее, не будем так говорить, ДВК, вот эта страшная цифра, 2,7 миллиона исков в тяжествах судебных. Как с этим потом решать? Ведь это же наверняка все касается каких-то договоров, там, о неополнении обязанностей между банками, между сотрудниками, между предприятиями и так далее. И это же огромная глобальная проблема. Как люди потом смогут эту проблему решить с приходом ДВК даже? Как это может измениться? На самом деле, я хочу просто объяснить природу, откуда берутся такое количество исков. 2,7 миллиона это огромная цифра, и это только официальные данные, то есть все глубже лежит. То есть это те, кто обратился в суды, уже судятся. Понятно, что есть еще большой плац, где идет выяснение отношений на уровне писем, разговоров, встреч, и так далее, угроз. То есть уровень конфликта действительно очень высокий. Чем это связано? Это связано с тем, что, опять же, у нас авторитарное общество, там всего лишь эту проблему будет решать чуть более двух тысяч судей. Эта проблема невозможна. 2600 судьями решить, скажем, конфликты почти на 3 миллиона исков. Невозможно решить. Это значит, конфликт будет нарастать, проблемы не решаются, у предприятий будут неплатежи, у кого-то будет отбирать имущество, это страдания, это конфликты, это вообще просто очень плохая ситуация. А природа приближает к следующему, в том, что, опять же, нет обратной связи общества с властью. Ну, например, вот Назарбаев говорит о том, что у нас почти 3 миллиона человек, так называемых самозанятых, надо платить налоги, там, медицинское страхование, но мы же понимаем, что самозанятые это безработные, а их принуждают платить дополнительные налоги, хотя у них работы нет, и им говорят, что вы будете платить медстрахование, а у них нет работы. И вот, собственно, вот такие проблемы, если посмотреть, связаны с тем, что у людей нет работы, и приводится, в конечном счете это приводится, приходит, возникает ситуация с неплаченами. Ну, например, вот человек работал, взял ипотеку, у него было все нормально, экономика оказалась, тот период хорошо, все было нормально. А потом раз, его уволили с работы, два девальвации, дважды, ему нечем платить за кредиты, а банк эти деньги брал на население, банк брал по депозитам, банк вынужден давить на него, отбирать это имущество, у человека кризис, страдает огромное количество семей, начинается судебная тяжба, если банк не вернул, соответственно, деньги, то есть не получил от клиента, то есть он, соответственно, не вернул деньги депозиторам, вот клиенты, например, сейчас основная банка стоят в очереди, не могут забрать, да, и получается здесь глобальный конфликт, банк вынужден давить, тут формируется целая команда людей, которые защищают свои интересы, говорят, единственное жилье, банк, если не заберет, то он не отдаст депозиты, депозит не отдает, значит, его клюют депозиторы, начинается глобальный конфликт, чем это связано? Связано с тем, что правительство неэффективное, нынешнее руководство неэффективное, у нас проблема с рабочими местами, несколько миллионов человек просто не работают, числятся самозанятыми, все это формирует мертвую экономику, соответственно, появляются конфликты, плохо обслуживаемые кредиты, банки падают, банки падают, падают в том числе и Назарбаевский банк, он вынужден красить деньги из бюджета страны, миллиардами долларов, вместо того, чтобы решать социальные проблемы, строить дороги, он вливает свои банки, чтобы спасти свое имущество, и все в итоге приводит к кризису. В чем причина? Причина в политической системе. Причина в том, что власть принадлежит одному человеку, полностью монопольно, соответственно, экономику полностью принадлежит ему одному, основные промышленные предприятия, нет конкуренции, общество раздавлено, нет развития мыслей, нет творческих идей, нет вообще ничего. И у нас одна и та же однообразная экономика, нефть, какие-то металлы, если посмотреть структуру баланса, мы ничего не производим, ни одежду, ни мебель, ни какой-то промышленный оборудок, мы все импортируем. Цены упали на сырье, экономика сжалась, сжалась экономика, люди увольняются, сокращаются, не могут обслуживать кредиты, кризис. Как теперь вопрос мы решим, когда придем к власти? Я по этому поводу говорил, мы должны реформировать экономику, создать конкурентную экономику. Когда будет конкурентная экономика? Когда на многие товары цены просто упадут, и будет много людей вовлечено в тот или иной бизнес, во-первых. Во-вторых, когда мы будем строить конкурентную экономику, парламентскую, открываются новые рабочие места. Я приводил пример, что наши нефтяники получают 100 тысяч тенге, где-то меньше. И в нормальной стране нефтяники не могут получать меньше 3 тысяч долларов. В принципе не могут. Реально средняя зарплата их 10 тысяч долларов. Вот берем эту отрасль, мы там наводим порядок, и наши нефтяники будут получать в среднем 3 тысячи долларов. Эти деньги вливаются в экономику, значит, бизнес получает деньги, люди имеют работу, потому что на эти деньги нефтяники начинают покупать машины, мебель, строить, покупать квартиры, формируются новые рабочие места, и значит, люди получают работу, они в состоянии обслуживать кредит, и значит, банки будут процветать, люди будут процветать, формируются в широкое поле рабочее, плюс бюджет больше получает налогов. 1 миллион тенге, это порядка 3 тысяч долларов, 10% подоходного налога, это 100 тысяч тенге с каждого работающего. Сейчас со 100 тысяч тенге, 10%, 10 тысяч тенге. То есть получается, бюджет с нефтяников получает минимум в 10 раз меньше, как он должен был получать. Но если бюджет был бы наполнен, значит, зарплату получает множество людей, строятся новые дороги, социальные проекты решаются, значит, опять эти люди могут разрешить свои проблемы, оплачивать все свои платежи, банковские, там, любые другие, и конфликт резко пропадает. Понимаете? В основе конфликта решит плохое экономическое развитие страны. А оно связано монопольной властью Нурсултана Назарбаева, полностью подавленным обществом. Это основа основ. Мы же знаем, демократические государства все нормально развиваются. У авторитарных, у всех плохо, у всех. Только те страны, есть авторитарные страны, как арабские, где имеют нефть, все прочее, но у них население маленькое, и шейхи, они умные, они действительно дают деньги народу, дают возможность работать, зарабатывают, инвестируют. Они все получили образование на Западе, в Англии, в США. Они очень умные. Я просто знаю, лично, многих шейхов с ними встречался. Это вот западные образца люди, просто в белых накид, как сидят, да? Но это очень умные люди, которые думают о своем народе. Наша же политическая верхушка, выросшая из совка, они были вчера нищими и нажираться не могут. И никогда не нажрутся до тех пор, пока народ не проснется, это будет происходить бесконечно. И эти неплатежи, судебные проблемы не развяжутся. Ну, народ, судя по всему, просчитает. Я, например, с удовольствием отмечаю динамику роста в ВДВК, я сужу. И потому, что сейчас так воодушевленно реагируют на митинг. Но раз уж мы эту тему затронули, у меня такой вопрос. Его задают очень многие наши друзья, и мне часто припишут в личку, давайте мы на него ответим. Почему выбрана именно эта тема на митинг? Это много времени проводит ВДВК, допустим. В Казахстане давно не было митингов. В 2016 году земельные митинги были в последний раз. И почему такая тема была выбрана для того, чтобы провести митинг по всему Казахстану? Такой вопрос у нас. Это, на самом деле, первый митинг организованной ДВК, и у нас митингов будет много. Здесь просто получилось совпадение. 10-11 мая приезжает миссия депутатов Европарламента. Они приезжают изучать, каким образом Казахстан исполняет соглашение, подписанное с европейским сообществом. И там есть очень важные пункты, связанные с правами человека. Именно каким образом Казахстан исполняет обязательства международные обязательства, которые выше внутренних по нашему законодательству, то есть международного договора. А именно свобода средств масс информации, отсутствие пыток, конкуренция политических партий. То есть, как они в этом случае, как говорится умным словом, плюрализм, да, множественность. Вот. И, собственно, это нас побудило организовать первый митинг именно поэтому, потому что именно вот этот пункт, он очевидный, у нас профсоюзы задавлены, свободы СМИ нет, митинги, заявленные по Конституции, что митинги – это право каждого гражданина. Мы все прекрасно знаем, что этого нет. Поэтому мы решили продемонстрировать, разоблачить режим, показать евродепутатам, что они приезжают 10-11 мая, и их будут хорошо встречать, одевать наши калаты, водить рестораны, петь перед ними наши национальные песни, так, хотят обмануть их национальным колоритом, да. Ну, они же первый раз приезжают евродепутаты и могут как бы попасть под обаяние, скажем, местное, казахское наше. Поэтому мы хотим разоблачить, показать, что этого нет, что Казахстан – это авторитарная система, где в тюрьмах не просто пытает, а ужасно пытает. Они не уступают по своему уровню пыток, гестапо. Вот мы 9 мая отмечаем День Победы, говорим, что вот фашисты пытали людей, нынешняя система, это уже стало известным фактом, публичным, она пытает не хуже, чем гестапо. Это все создано Султаном Азарбаевым, поддерживает. Это во-первых. Во-вторых, мы хотим выйти на митинги и показать, когда полиция будет предъявлять претензии, сказать, вот смотрите, уважаемые депутаты, Казахстан не исполняет эти международные договора, и вам надо потребовать исполнения этих подписанных международных договоров. Вот, собственно, поэтому мы решили выйти с этой темы, во-первых. Во-вторых, только по официальным данным в Казахстане 36 тысяч заключенных, которые уже сидят в зонах, 36 тысяч. А в процессе еще находится не меньшее количество людей, которые сидят в следственных изоляторах, так называемых ИВС и все прочее, не меньше. Еще большое количество людей, которые каким-то образом избегают над, скажем, начальной стадии находятся, их там преследуют, наши параметры системы, забирают на них бизнес. То есть, в реальности, у нас только по официальным данным около 60 тысяч человек находятся в зонах и тюрьмах. И я, например, рассуждаю следующим образом. Но точно найдется пару тысяч осужденных, у которых есть родственники. Это как ядро сопротивления. И они выйдут и скажут, что наших детей, братьев, отцов этот режим пытает, пытает зверски, пытает как дестапо. И я уверен, что к ним присоединятся наши активисты, которых сейчас только в чате около 180 тысяч человек. Это официально только. Я не говорю о других сторонниках, их у нас сотни тысяч. И поэтому у нас есть ядро сопротивления и есть сторонники. Я убежден, что именно они выйдут 10 мая, чтобы сказать нет пыткам и освободить политических заключенных. Вот почему мы это решили сделать именно такую тему. То есть, реально, вы не предполагаете, что будут применены жестокие разгоны, как это было на практике там по митингам земельным, например, да, людей очень жестко разгоняли. У нас только в Аматы полторы тысячи человек было по РУКТ. Ну и, конечно, всех отпустили, но вот что вы думаете в этом, в нашем случае, что будет, может, предпринять? Ну, если говорить о земельных митингах, я считаю, что там той самой жесткости, которой мы подразумеваем, не было. Людей подержали там несколько часов и отпустили. Вот. И если сейчас режим будет делать то же самое, то, извините, вот евродепутаты, смотрите, пункты конституции, получается, у нас в Казахстане нет свободы митингов, собраний, шествий и так далее. Вот они, что называют, своими руками сами разоблачатся мгновенно. Собственно, наша цель в чем заключается? Чтобы показать Европарламенту, европейскому сообществу, что Казахстан диктаторская страна. Ну, они и так это раньше знали, но сейчас ситуация поменялась. Мир вообще изменил свое отношение к авторитарным странам. И вот на примере санкции Путину это уже видно. Уже, скажем, нет той терпимости, которая была ранее. И Казахстан в этот, скажем, тренд попал через Россию, теперь, значит, изучает Казахстан. Раньше Казахстана особого интереса не было, сейчас реально ситуация сильно изменилась. И поэтому, если пойдут какие-то репрессии, типа вот кого-то задержали, отпустили или оштрафовали в итоге, или полиция перекрыла те самые места, где люди собирались там выйти с политическими требованиями, освободить политических заключенных и прекратить пытки, то наше общество обладает смартфонами, они все это снимут, мы это все упакуем, переведем на английский язык и покажем. Наши представители будут выступать в Европарламенте, я сам лично буду выступать и рассказывать, что это лживая политическая система и никакие договора, которые подписало европейское сообщество, Казахстан не исполняли. Поэтому все ее действия, которые, если будут репрессивные, это хорошо, они нам помогут разоблачить этот режим, понимаете? Даже если эти 10 депутатов уедут, скажем, довольны нашим бешпармаком, природой, то, извините, их всего там чуть больше 10 человек, а депутатов там около 700, по-моему, мы им расскажем правду, если эти депутаты будут рассказывать какие-то сказки, шеферезады, они будут опозорены у себя в парламенте, я уверен, что этого не будет. Понимаете? Знаете, Мухтар, понимая, какое у нас общество, вот, например, на земельном митинге меня это немножко коробит и возмущает, но я не веду случаев о том, что вот даже полторы тысячи человек были задержаны, да? Если бы каждый из них в тот момент написали жалобы и отправили бы хотя бы в ЕСКЧ, да, и довели бы их до конца. Вот я, например, читала статистику недавно, наш принципный механизм отчитывался в МВД, и была такая цифра названа, 120 человек со всего Казахстана, со всех закрытых помещений, учреждений Казахстана, они получили жалобы от 120 человек. И я считаю, что, ну, это вообще-то как бы, если бы люди жаловались, массово, я понимаю, из тюрьмы тяжело жаловаться, да, но людям на свободе, которых вот в тот момент задерживали, брали у них отпечатки пальцев незаконно, унижали, держали часами в этих камерах, причем камер не хватало, людей просто запихивали в автобусы, увозили там, каждые 300 метров автобус останавливался, забирал всех подряд, кто стоял на обочине, да, и вот этих людей накрывали в эти, даже не камеры, а коридоры РУБД, я очень серьезно мониторила эту ситуацию, я знаю о каждом задержанном, и я, меня поражает, что из 44 человек, которые реально задержали власти, несправедливо держали, значит, в камерах и так далее, посадили на 15 человек, толком до исключения дошли документы, жалобы, и даже 55 журналистов, о которых шла речь, я точно знаю, что наши адвокаты работали, предлагали, требовали, давайте пойдем в ООН, давайте будем жаловаться, 55 журналистов отказались писать жалобы в ООН, вот если бы такая ситуация была бы в 16-м году, я думаю, что она бы уже на сегодняшний день имела бы другую статистику, вот как вы считаете, в состоянии ДВК, вот скажем так, есть инструмент у ДВК на все эти задержания отреагировать должным образом, отреагировать массово. Ну, сначала я хотел бы откомментировать по поводу, есть в случае это Европейский суд по правам человека, Казахстан не подписал необходимую конвенцию, и поэтому наши граждане не могут обращаться в Европейский суд по правам человека, и его действия не распространяются на территории Казахстана. Другое дело, что можно оформлять жалобы в ООН, но опять же, Казахстан, вот на примере Мухтара Джекши можно увидеть, он не исполняет решение ООН, они носят рекомендательный характер, но в любом случае этого немало. Другой вопрос, что должны быть силы, которые работают с европейским сообществом, с тем же самым ООН, затем выстраивают инструменты давления, механизмов очень много, хотя решение ООН носит рекомендательный характер, есть другие способы используя решение фактически оказать сильнейшее давление на Казахстан и принудить, чтобы было его исполнение. Но для этого, конечно, нужны специальные люди, профессионалы, которые знают, что делать, как действовать. Поэтому в 2016 году было несколько проблем. Первое, ну, во-первых, подавленные все средства массовой информации, независимых, их нет. Нет телевидения, все под контролем Семьи Назарбайловича. Нет политических партий, они все задавлены. И в этих условиях, конечно же, люди боялись куда-либо писать. Ну, для них ООН это очень непонятно и далеко, да, единицы, кто в стране понимает, что делать, единицы. Так вот, именно поэтому это не происходило. Во-вторых, не было организованной политической силы, которая бы могла собрать это количество жалоб, большое количество жалоб и его продвинуть в нужные инстанции, как ООН, так и европейский парламент и любые другие международные организации. Это первая часть проблемы. Вторая, когда этих около полутора тысяч человек задержали, дело в том, что люди тогда шли просто, что называется, на чувство протеста с какими-то требованиями, в частности, вот по земле, но не было опять направляющей политической организации, которая бы управляла всем этим процессом. Сейчас ситуация изменилась. Есть политическая сила, в наших лидах около 200 тысяч человек. Это только то, что мы имеем по своим данным. А реально у нас, конечно, поддерживающих значительно больше. Мы имеем инфраструктуру, мы имеем штаб, у нас есть команда людей, которые могут заниматься, проводить работу с комитетами ООН, с евродепутатами, с парламентской ассамблеей Совета Европы. То есть, у нас, в принципе, сейчас есть механизмы, как действовать, как работать. Есть специальные люди, подготовленные, которые понимают, что делать. В 2016 году этого не было. Поэтому сейчас мы в состоянии все это делать. Мы сейчас можем организовывать. я знаю, что в 2016 году все это было достаточно стихийно. Сейчас у нас четкая дата, время, у нас выходят видеоролики, мы делаем обращения, работают в социальной сети. У нас много сторонников организованных, которыми мы работаем ежедневно. Я лично выхожу в телеграмный эфир ежедневно. Мы постоянно озвучим наши программы. То есть, сейчас ситуация совершенно другая. Я считаю, что 10 мая это переломный момент, для того, чтобы добиться перемен нашей стране. Переломный момент, потому что есть политическая сила, демократические выборы Казахстана. До этого ее не было. То есть, вы хотите сказать, что в случае каких-то вот на примере Москвы недавно там протектов на войну, в случае массового неправомерного вмешательства в полиции у нас будет инструмент массово жаловаться и массово доносить эту информацию до европейского союза? Мы, может, у нас этот инструмент есть. И второе, мы делаем очень важную вещь. Мы работаем сейчас с полицией, с военными. Мы проводим агитационную работу, мы опубликовали свои программы. Пример Армении показал, что полиция и армия переходят на сторону народа, когда протестующих много. Поэтому вопрос не только в том, что мы можем обращаться в международные институты. Это очень важно. Но я в своих поступлениях все время говорю, нам нельзя ориентироваться все время на помощь извне. Что вот он что-то сделает, что Америка нам на руку протянет, что Европа что-то за нас сделает, что Бэтмен прилетит. Нам важно делать все самим. И когда мы будем действовать, тогда мы получим действенную помощь со стороны Запада. Они будут помогать только тем, кто реально сам себе помогает, сам двигается, сам организовывается. Поэтому мы сейчас будем проводить акции протеста, их будет много, будем проводить митинги, мы будем перетягивать на свою сторону военных, полицию. И вот тогда, когда нас будет много, они непременно перейдут на нашу сторону, тогда власть никуда не денется. Сейчас власть пятится шаг за шагом назад. Вот Назарбаев объявил ипотечную программу 7, 25, 20 и так далее. А где он раньше был? Где он раньше был? 29 лет, где он раньше был? Якобы построить водохранилище после того, как я озвучил, что эти подтопления это позор. А где он раньше был? Понимаете? Поэтому как только мы как политическое движение начали разваться, усиливаться, сразу власть начала себя по-другому вести. Понимаете? И в этот раз так же будет. Я хотел бы несколько слов сказать, вот пользуясь случаем, для чего Назарбаев построил эту систему в тюрьмы, в зоны и так далее. Многие ведь как, когда видят ужасающие ролики, как людей пытают, они возмущаются, говорят, вот менты, мусора и все прочее, начинают ругать. Я всегда говорю, эти люди исполнители. Те зеки, которые участвуют в пытках по приказу своего хозяина, так называемого, они несчастные люди и они сами попадают в первую подраздачу. суть построения этой системы Назарбаева, тюремной, которая осталась в Сабрибан Сталина, в том, чтобы пугать население, запугивать и таким образом, когда народ запуганный молчит, это ему позволяет безнаказанно продолжать воровать десятками миллиардов долларов. Народ пугается, молчит, поэтому эта тюремная система, она не изменится при Назарбаеве, он может сто комиссий сделать, сто человек посадить в тюрьму, она не изменится, она ему выгодная, потому что народ позволяет ему держать в страхе, позволяет ему бесконечно находиться у власти, мы это должны разрушить, а это разрушить можно только тогда, не просто Запад придет и поможет, а только тогда, когда мы объеднимся, создадим мощную организацию, народ будет ее поддерживать и будет как в Армении, мы просто придем, окружим Ахарду, окружим парламент, и они все оттуда сбегут, и мы поставим народных представителей во власть, тогда все изменится. Большое спасибо, я не могу больше отнимать ваше время, потому что у нас начнется эфир в чате «Активисты», и я всех зрителей приглашаю в ДАП, поскольку в 9 часов вечера по Астане ежедневно проходят прямые эфиры, и, насколько я знаю, сегодня очень интересный собеседник Людмила Козловская. Большое спасибо за это интервью, насколько я понимаю, приходом в ДВК проблемы пенсионного фонда, проблемы банков будут решаться на той самой конкурентной рыночной основе, о которой мы говорим все время. Да, именно так будет все решаться. Вам спасибо за сегодняшний эфир, всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok